я приветствую вас на своем канале долго рассказывать не буду сегодня приготовлю шафрановый ризотто с рыбой дорадо ну что приступим для приготовления шафранового ризотто с рыбой мне понадобится 1 грамм шафрана рыба дорадо пармезан сливки соль перец масло сливочное рис ризотто лук шалот оливковое масло белое вино бульон овощной или рыбный решайте сами обе версии рабочие как приготовить бульон и рыбный и овощной вы найдете на моем канале ссылку вы найдете под видео для гарнитура мне понадобится также пармезан росмарин петрушка чеснок и помидоры черри так ну я поступаю следующим образом для начала я просто обрезаю все плавники все хвостки у рыбы удаляем чешую очищаем ножом рыбу надрезаю немножко не посередине а сбоку так она легче режется вынимаю кишки аккуратно стараюсь руку поддеть как можно дальше туда чтобы мне не повредить желчный пузырь чтобы рыба у меня потом не горчилась его ничьи не дай бог нечаянно раздавлю так удаляем так жабры надрезаем этом месте также удаляем жабры все жабры удалены у морской рыбы есть такая неприятная черная пленочка но не только у морской рыбы поэтому ее можно прекрасно удалить бумажным полотенцем так следующим образом значит мне нужно до рады в данный момент только филе все каркасы я буду собирать и я из них буду делать впоследствии рыбный бульон так вот рыбу немножко так надрезали скажем так за ушами потом нож вставляем выворачиваем и идем вдоль хребта сверху придерживаем все одно филе мы сняли теперь с другой стороны точно также все филе у нас вот мы аккуратненько красиво сняли теперь дальше нам нужно удалить вот эти ребрышки готово сверху удаляем я даже никогда назвать по-русски что ну вот эту верхнюю 6 нужно удалить где был спиной плавник так следующий теперь у рыбы есть такие неприятные косточки они находятся вот здесь и хорошо прошу пугать и хорошо прошу путь пальцем таких можно удалять таким пиццетом но я больше чем уверен что мало кого у кого из вас есть такой пицце для удаления костей рыбы поэтому я покажу для вас специально еще один метод которым пользуются повара значит смотрите косточки вы нащупывайте где эти косточки они идут как правило вот здесь вот здесь отменит их всех прекрасно прошу плачь просто их нужно вырезать как как говорят фау фау образной формы то есть но букву фау виктория латинскую знают все или почти все значит что мы делаем где косточки с одной стороны мы надрезаем и с другой стороны прорезаем шкура у нас при этом шкурка рыбы при этом у нас не пострадает но косточки вы удалите готовить я буду на две персоны поэтому мне понадобится всего для одной персоны и для другой персоны ну вот наше филе без костей готово его хорошо хорошенько промакиваем чтобы удалить лишнюю влагу все и убираем рыбу в холодильник начинаем заниматься ризотто добавим масло заранее порезан лук лук я пассерую чтобы он не принял цвет добавлю немного белого вина вину я полностью выпариваю чтобы алкоголь у меня весь ушел мне нужен только аромат добавлю немного бульона и хорошо проварю лук я делаю это для того чтобы как только лук у меня приготовиться я хочу его вынуть я не буду дальше ризотто готовить с луком весь лук я отдам свои супруги поймите меня правильно все что я готовлю я сам это и буду есть но так как лук это не моя стихия поэтому мы его убираем я его убираю принцип приготовления ризотто заключается в следующем после того как мы сейчас добавим масло сразу добавляем рис для ризотто само собой разумеется нужен ризотто райс а не какой-нибудь другой это круглый рис большим с высоким содержанием крахмала я его сейчас немножко это что сказать не обжарю слегка сделаю его таким прозрачным масле и буду потом добавлять поочередно немного вина выпаривать бульон вина выпаривать бульон и так до того времени пока рис у нас не станет аль денте как только рис у меня будет аль денте то я возможно добавлю сливки я еще не знаю мне нужно будет попробовать какой будет на вкус если вкус будет так себе тра-ля-ля то я добавлю немножко сливок и сразу же добавлю пармезана добавляю немного вина ну пока мой рис варится я к своему шафрановому ризотто сделаю гарнитур который будет состоять у меня из сыра пармезан запеченным в духовке в качестве паруса и черри томаты которые также я запеку с росмарином чесноком с добавлением немного оливкового масла на бумагу для выпечки я насыпал немного пармезана теперь на черри томат на помидорки черри я добавлю немножко оливкового масла немного сахара немного соли и отправлю все это в духовку при температуре 210 градусов для начала на 10 минут моя задача чтобы помидорки черри они лопнули раскрылись а пармезан расплавился и выглядел запеченным отправляю все это дело в духовку ризотто нужно время от времени помешивать иначе она пригорит ризотто желательно слегка вначале слегка только присолить а уже попозже досолить полностью после того как вы добавите пармезан потому что пармезан содержит в себе очень большое количество соли обращайте на это внимание добавляю еще немного вина в ризотто и обжариваю нашу дораду как вы видите за счет того что я кожицу салфеткой отсушил у меня рыба практически на сковороде не брыжет в разные стороны рыба у нас не должна прожариться полностью нам достаточно того чтобы она взяла у нас цвет с одной стороны то есть с одной стороны она еще должна быть у нас сыровата и во время того как рис уже 3 почти приготовится я ее задвину коренько в духовку и доведу уже до конца так добавлю бульон и добавляю шафран шафран у меня порошковый я его в предварительно кипятке замачивать не буду так как он у меня порошковый у меня растворится и так аромат шафран конечно очень сильный очень интересный очень добавлю его весь шафрана будьте аккуратно он хорошо окрашивает руки ну принципе я старался аккуратно поэтому особо не видно еще бульона так мои помидорки черри готовы пармезан расплавился помидорки я убираю в сторону а хватило мне хватило 8 минут то есть не не забывайте время от времени посматривать и поглядывать в духовку потому что у каждого духовка печет по-разному и может получиться так что чтобы у вас просто не сгорело ризотто мой готов я приступаю к подаче как вы догадались эта тарелка моей супруги смотрите ризотто должно быть вот таким оно должно не должно держать форму наши помидорки черри листик петрушечки наш парус с промиссана и дорада тогда рада пропеклась чтобы с нее пар идет видно что она готова может быть тем к у кого опыта конечно мало в готовке таких блюд одновременно то есть одновременно жарить рыбу и чтобы этот был как называют perfect timing чтобы все было во время сделано поэтому сначала приготовьте ризотто вам проще будет его разогреть а потом доведите рыбу до конца ну и дабы не обидеть себя я все-таки старался значит смотрите вот этого количества риса 150 грамм который я ответил на двоих на 2 персоны вполне хватило пожалуйста я думаю я сегодня заслужил небольшой аперитив на этом друзья мои я заканчиваю сегодняшнюю запись надеюсь вам было приятно быть со мной если вам понравилось оставляйте сообщение на моем канале я желаю вам приятного аппетита и до новых встреч